Воскресенье. Впервые по всей стране прошло предварительное голосование партии Единой России. Его победители в сентябре будут бороться за кресло в Госдуме. В Севастополе отдать голос за своего кандидата можно было на 36 участках. За процессом наблюдала наша съемочная группа. 22 мая по всей стране прошел день предварительного голосования партии Единая Россия. Ровно в 8 утра в Севастополе открылось 36 избирательных участков во всех районах города. На каждом из них все строго по правилам. Прозрачные урны, приватные кабины для голосования, по пять представителей счетной комиссии и аккредитованные наблюдатели. Безопасность обеспечивают представители казачества. За первые часы праймери с 8 до 10 утра свои голоса отдали 3276 севастопольцев. Это почти полтора процента от общего количества избирателей. Отчет о явке члены комиссии отправляют в главный штаб каждые два часа. Проследить явку, проследить активность избирателей. И, естественно, должно совпать количество проголосовавших конечное число, которое мы дадим в конце уже при закрытии участка, с теми количествами бюллетеней, которые окажутся в урнах. За все время праймерис представители счетных комиссий не отлучились от поста ни на минуту. Где-то работа шла размеренно, где-то напряженно. В большей степени это зависело от количества избирателей, прикрепленных к той или иной территории. Например, на базе архитектурно-строительного колледжа все прошло спокойно. А вот на крупном участке в центре занятости с самого утра ажиотаж. Из желающих проголосовать выстроилась длинная очередь, но от этого на строю севастопольцев не пропал. Это важное событие для каждого человека. Мы должны участвовать в жизни города и делать для него лучшее. А мы послушные... Мы патриоты. Мы, да, и послушные, законопослушные люди. Да. Это значит надо, значит надо. Ну, может что-то изменится. Мы голосуем за них и ждем от них взаимной помощи, понимаете. То, что мы голосуем, это одно, но хочется, чтобы какая-то была взаимная помощь. Потому что, вы знаете, ну столько неполадок, столько неполадок. Поэтому желательно, чтобы это было, ну, взаимно. Мы севастопольцы, поэтому мы хотим, чтобы в нашем городе был порядок и благоприятствование Севастополю. К обеду проголосовало уже 10 тысяч избирателей. К этому времени начали накапливаться и жалобы о нарушениях. С первыми лично столкнулся член Совета Федерации Федерального Собрания России Андрей Соболев. Предложение прийти на участки, получить какие-то талончики, как-то их зафиксировать, получить за это какие-то вознаграждения. Я могу предположить, что кое-кто может остаться за, так сказать, за праймерис, за такие нарушения. На участке избирательном номер 5, бухта Казачья, 9, председатель, он ко мне подошел, говорит, ко мне уже не один человек подходит с этими талонами, показал их, говорит, мне подарок обещали. Доходит до скандалов. С самого утра внимание прохожих, наблюдателей и самих кандидатов привлекли люди в ярко-желтых жилетах, которые находились у каждого участка. После голосования к ним подходили избиратели, предъявляли талон. Волонтеры, как они себя называли, с помощью мобильных устройств считывали с бумаги код с персональными данными. В ВКонтакте нашел объявление волонтера, пришел, вот и все, если есть какие-то вопросы, могу дать номер старшего. А где ВКонтакте? Группа какая-то есть? Друзья нашли, предложили. За деньги, да, стоите тут? Нет. Просто волонтеры, ну волонтеры, они же за деньги стоят, что ли? Ну а вы волонтеры что выполняете? Считаете людей или как? Голоса вот эти сканируем через приложение на телефоне, это все. При встрече со старшим удалось выяснить, молодежь действительно посчитывает голоса. Но, по словам лидера организации, не в интересах какого-либо кандидата в рамках своей общественной акции. С помощью листовок решили выяснить, сколько людей пришло на выборы и отдало свой независимый голос. Для этого заранее раздали 22 тысячи листовок. В ней указано, что надо голосовать 22 мая, и Севастополь не продается. Больше эта листовка никакой информации не содержит. Мы провели расследование, я значит докладываю, что кто-то взял мою листовку, сделал плагиат такой же самой листовки. Может быть с разными номерами, но номер мобильный указан мой. В этой листовке реально указано, что будет акция и подарки. Это мошенничество, это ложь. Со всеми нарушениями разбирается Севастопольский региональный организационный комитет. Он также рассмотрит факты СМС-рассылки, использование информационных технологий и других способов агитации. Анна Леготина, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя. Подсчет голосов еще ведется. Окончательные результаты предварительного голосования партии «Единая Россия» в Севастополе будут озвучены 25 мая. Однако сейчас уже известно. Явка горожан составила 6,3% от общего количества избирателей. А это 19 080 человек. Такие данные на пресс-конференции журналистам озвучил секретарь Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Колесников. Он отметил по предварительным подсчетам в тройке лидеров Дмитрий Белик почти 22,5%, Антон Шкаплеров 15,8% и Сергей Лисейцев 15,6%. Что касается процедуры проведения предварительного голосования, зафиксированы жалобы от кандидатов, избирателей и наблюдателей. Обращение севастопольцев оргкомитет рассмотрит 25 мая, после чего озвучит результаты предварительного голосования. Если мы посчитаем, что эти жалобы могут привести, могут, я еще раз повторяю, к тому, что надо пересматривать итоги какие-то, еще что-то, мы это направляем в федеральный организационный комитет, и только там могут принимать какие-то решения по этому вопросу. У нас таких прав нет. У нас есть право, допустим, отменить результат подсчета голосов. Я специально избегал слова «голосования», поскольку у нас не выборы, а все-таки предварительное голосование, если, допустим, невозможно установить достоверные результаты. Ну, такие права у нас есть. Но пока региональная счетная комиссия, которая здесь заседала, она своим правом не воспользовалась. Меня лично удивило использование во время предварительного голосования партии «Единая Россия» в символике НКВД. Почему меня это удивило? Потому что для меня это организация, на счету которой миллионы погибших людей, сотни тысяч детей-сирот, тех репрессированных родителей, которые потом были в лагерях. Я немножко не понял, какое отношение это имеет к «Единой России». Также меня удивило использование этой организации, скажем, нашего такого общенародного святого патриотического символа георгийской ленточки. Это меня немножко удивило. Я считаю, что использование таких приемов неправильно, а уже партия сама решит, как там правильно поступать. Я получала такой смс «Голосуйте за Белик, а Севастополь требует перемен». Но, может быть, это какие-то его конкуренты хотели очернить человека, неизвестно. Глава правительства страны, председатель партии «Единой России» Дмитрий Медведев встретился с севастопольскими и крымскими участниками предварительного голосования. Стороны обменялись мнениями о проведении процедуры партийных выборов, вынесли свои предложения об усовершенствовании этого процесса, а также рассказали о своих впечатлениях от участия в голосовании. Подробности о встрече у Анастасии Шульге. Гляжу в глаза будущей власти. С таких слов премьер-министр страны, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев начал встречу с потенциальными кандидатами в Госдуму. На мероприятие пришли крымские и севастопольские участники предварительного голосования партии «Единая Россия». Всего порядка 50 человек. Каждого из них Дмитрий Медведев уже считает опытным, закаленным политическим бойцом. Ведь позади у них многочисленные встречи с избирателями и дебаты. Еще лет 10 назад все эти разговоры про предварительное голосование, которое красиво часто называют праймерис, казались экзотикой, которую заимствовали где-то за границей. Но вот сейчас мы и вы на собственном опыте убедились, что это вполне работающая история, которая позволяет определить предпочтения наших людей. Вы прошли через горнила всякого рода предвыборных встреч, дебатов. Самое главное – общение с людьми, потому что вы и сами это знаете уже, и поверьте мне на слово, для любого действующего человека, который хочет заниматься активной политикой, самое главное – это общение с людьми. И это не красивые слова, это именно так, потому что можно начитаться книжек, газет, полазить по интернету, получить информацию, а потом выйти, что называется, в поле, встать рядом с людьми, тебе начнут задавать вопросы, и ты поедешь, поплывешь просто, потому что нет ответов. Именно для этого и необходимо предварительное голосование, уверен Дмитрий Медведев, чтобы кандидаты смогли научиться аргументировать свою позицию, формулировать решения, а затем воплощать их в жизнь. Тем не менее, он не поддержал предложение одного из севастопольских участников предварительного голосования ввести праймерис для партии на уровне законодательства. Конечно, подо всем можно подвести нормативную основу, но, значит, если мы создаем закон о предварительном голосовании, тогда возникает вопрос, а другие-то партии к этому готовы, а здесь ответ нет. И, кстати, я считаю, что в этом смысле у нас смелая партия, потому что мы пошли, по сути, на двойное голосование. Изначально сформулировали позицию, предъявили позицию нашим людям и предложили определиться, кто им кажется более правильно отстаивает эту позицию. Если мы это сделаем законом, то получится, что мы заставляем всех проводить предварительное голосование, потому что это не так. Своими впечатлениями от участия в предварительном голосовании поделились шестеро севастопольских и крымских участников праймерис. Говорили о конкурентном преимуществе процедуры предварительного голосования, кадровом резерве партии и привлечении молодежи. Председатель «Единой России» особо подчеркнул, что существует реальный запрос на омоложение партии. Затем вручил партийный билет к Герою России, летчику-космонавту Антону Шкаплерову. Сегодня проходят для меня впервые и вообще впервые в России предварительные выборы, где я занялся не совсем свойственной для меня работой. Это политической борьбой, поэтому мне важно, как пройдут эти выборы, мне важны результаты. Я хочу понять, как доверяет мне мой севастополь. Сегодня этот день для меня еще знаменательный, что я получил партбилет именно из рук Дмитрия Анатольевича. Я, конечно, запомню это на всю жизнь и буду стараться максимально прикладывать все свои усилия для того, чтобы оправдать это высокое доверие. Когда мы узнали, что приезжает Дмитрий Анатольевич, естественно, подготовили какие-то предложения свои, взяли кандидатов, выслушали всех, у кого какие были проблемы, их обобщили, и, естественно, пошлем через аппарат партии для того, чтобы, может быть, в программу партии, с которой мы пойдем на выборы в сентябре этого года наши проблемы, предложения вошли. Вот такой полезный, позитивный момент. Дмитрий Медведев заверил, предложения участников предварительного голосования будут учтены при подготовке к съезду партии «Единая Россия». Анастасия Шульга, Михаил Волобоев, информационный канал Севастополя. К другим темам. 25 мая Севастополь будет готов к отмене режима ЧАЭС. Об этом в понедельник на заседании оперативного штаба сообщил начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Игорь Васильев. По его словам, из 473 дизель-генераторных установок, выданных коммунальным службам и предприятиям, в настоящий момент возвращено более 300. После проверки работоспособности и технического обслуживания все резервные источники питания отправляются в места временного хранения специальной площадки. Окончательные акты сверки будут представлены в течение 30 суток после завершения режима ЧАЭС. 25 числа все документы на стол. Все заинтересованные должностные лица докладывают о том, что вся система ЧАЭС, которая была развернута, возвращена в исходное состояние. Все дежурные подразделения и все остальное переведены на повседневный режим. Дальше объекты жизнеобеспечения и объекты социально значимые запитаны резервными источниками питания, то есть имеют их резервные источники питания. Работоспособность резервных источников проверена и они находятся в готовности. Правительство постановило создать публично-акционерное общество дирекции индустриального парка Севастополь. Докладчик сообщил, что рекомендации относительно создания дирекции были ранее даны Министерством промышленности и торговли, как одно из обязательных условий для получения средств по федеральной целевой программе социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя на 2015-2020 годы. Заместитель губернатора Алексей Еремеев уточнил, это необходимо сделать, чтобы публичное акционерное общество заключало договоры с резидентами индустриального парка и впоследствии им управляло. Законодательному собранию будет приложено утвердить выделение 10 миллионов рублей в качестве уставного капитала. Средства будут расходоваться на строительство инженерных сетей обеспечивающей инфраструктуры. до границ земельного участка индустриального парка. Земельный участок для создания индустриального парка подобран. После получения денежных средств мы уже в 2016-м году в ближайшие месяцы готовы будем объявить торги для заключения государственного контракта на проектирование строительства инженерных сетей. Севастопольских экскурсоводов призвали пройти аккредитацию. По российскому законодательству процедура это добровольно. Однако эксперты отмечают ее оформление поможет определить профпригодность гида а туристов спасет от недостоверной исторической информации. Сотрудники департамента приоритетных проектов развития города провели обучающий семинар и рассказали об этапах прохождения аккредитования. Анастасия Синица продолжит. Надежда Савицкая экскурсовод с 19-летним стажем вспоминает при Украине повышала квалификацию каждые три года после этого получала право проводить экскурсии в Севастополе. Сейчас по законодательству России аккредитование добровольное и по словам экспертов за последние годы резко возросло количество так называемых гидов-самозванцев. Это люди которые не владеют информацией о местных достопримечательностях и фактически наживаются на туристах. Как результат грубое искажение исторических сведений. Лично я слышала экскурсовод рассказывал о том что мы стоим на ступенях великого Малахова кургана а стоял он на ступенях перед памятником Казарскому на Матросском бульваре. Вот можете представить мое состояние и как мне было это все слышать. Естественно я не выдержала я подошла сделала замечание но это один раз то что я смогла исправить. Представители департамента приоритетных проектов развития Севастополя призвали экскурсоводов оформить аккредитацию и рассказали как именно это нужно сделать. Ведомство необходимо предоставить документы об образовании и перечень предметов которые изучал экскурсовод. В их числе обязательно должна быть история Севастополя. В течение дня данные передадут в экспертную комиссию. Через две недели там примут решение о выдаче свидетельства и нагрудного знака. Срок аккредитации составляет один год. Это будет знаком для наших туристов о том, что данные специалисты действительно прошли программу обучения с изучением истории города Севастополя и культуры города Севастополя. Это будет отличать их из числа других туристов по других гидов среди того множества предложений которые у туристов имеются. Ожидается, что к следующему туристическому сезону гиды также будут проходить аттестацию. Работа над списком вопросов ведется уже сейчас. Мы вообще планируем создать именно систему уже не аккредитации а именно аттестации с проверкой знаний наших гидов. Но все это требует дополнительной проработки вопросов для того, чтобы была создана грамотная полномоченная комиссия на прием заявок по аттестации для того, чтобы проверку знаний осуществляли в том числе наши представители истории, историки, представители из области культуры. Мы будем собирать вопросы от гидов, которые бы они включили в подобную проверку знаний. Чтобы они сами сформировали тот перечень вопросов, на которые, по их мнению, должен ответить каждый гид. В некоторых случаях, кроме знаний по истории и культуре, будут проверять навыки оказания первой медицинской помощи и физическую подготовку. Это зависит от степени сложности и продолжительности маршрута. Анастасия Синица, Александр Дементьев, Мария Скрипкина, информационный канал Севастополя. 23 мая, день борьбы с меланомой. Рак кожи сегодня одно из самых опасных заболеваний. Смертность у пациентов достигает 80%. Чтобы не попасть в группу риска, следует придерживаться профилактических мер. Их напомнят наши корреспонденты. Меланома – одна из самых злокачественных опухолей кожи. Характеризуется чрезвычайно быстрым прогрессированием и метастазами. Она развивается из клеток меланоцитов, присутствующих у всех людей. Но при трансформации они могут переродиться в злокачественное образование. Начальные стадии заболевания лечатся с помощью хирургического удаления невуса. При распространении опухоли на лефатические узлы применяется лучевая химия и современная таргетная терапия. Врач после предварительного осмотра проводит дополнительное исследование, которое называется дерматоскопия. Это исследование заключается в том, что при большом увеличении и с подсветкой врач оценивает в большом увеличении это новообразование и видит определенные типичные элементы характерные для злокачественного образования, такого как меланома. Если таких элементов нет, доктор говорит о необходимости или необходимости удаления этого элемента. Если есть подозрение на меланому, пациент направляется на оперативное лечение. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год регистрируется порядка 230 тысяч новых случаев заболевания меланомой. И к 2020 году число больных по прогнозам увеличится на четверть. В основном в зону риска попадают дети и взрослые с врожденными или приобретенными новообразованиями на коже. Если их больше 50 или диаметр хотя бы одного, более 7 миллиметров, необходимо обратиться к врачу. Злокачественная меланома также встречается у людей с бледной кожей, голубыми глазами, рыжими или светлыми волосами. Нежелательно находиться на солнце при избыточном ультрафиолетовом излучении и необходимо защищать кожу кремами. Не доводить себя до коричневого цвета, шоколадного, может быть, это и кажется красивым, пока мы молодые, но потом, к сожалению, сказывается. Ходить с зонтиком, одевать шляпку обязательно. И нежелательно ходить, конечно, в самый пик солнца. Я использую специальные солнцезащитные кремы, потому что солнце очень активно и сейчас, конечно, и головной убор носить надо обязательно. При увеличении пигментного образования на коже, изменении его цвета, формы, при появлении зуды или покраснения необходимо незамедлительно обратиться к врачу, дерматовенерологу или онкологу. Своевременная диагностика меланомы позволит не только сохранить здоровье, но и спасти жизнь. Екатерина Шишкова, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. 250 фильмов на 10 городских площадках. В Севастополе открылся кинофорум «Золотой Витязь». Его гости в этом году известны на всю страну деятели культуры Людмила Чурсина, Андрей Соколов, Ольга Кобой и другие. Помимо бесплатных кинопоказов, для зрителей пройдут фото-выставки, творческие встречи артистов и международная конференция. Подробности далее. 25 лет Международный кинофорум «Золотой Витязь» радует зрителя своими фильмами под девизом «За нравственные идеалы, за возвышение души человека». Если раньше фестиваль проходил в разных городах России и за рубежом, то сейчас обрел постоянную прописку. Это Севастополь. Теперь каждый год в мае месяце под них те же даты с 22 по 31 мая здесь, в Севастополе, будет проходить ежегодный севастопольский международный кинофорум «Золотой Витязь», на который приезжало до сих пор за четверть века 60 стран мира. И я надеюсь, что потихонечку эти страны будут приходить сюда. Свои работы на конкурс прислали порядка 20 стран-участниц на каждой городской площадке своя номинация. Так в кинотеатре «Победа» будут представлены студенческие фильмы. В «Моряке» анимационные, а в России покажут детское игровое документальное кино. Оценивать творческие работы участников будут мастера большого экрана. Народная артистка Советского Союза Людмила Чурсина, народный артист России Сергей Шакуров, народный артист Республики Беларусь Владимир Гостюхин и многие другие. По словам членов жюри, современный зритель стал больше интересоваться серьезными кинокартинами. То, что мы делаем, не пропадает в туне, оно приносит свои плоды. И зритель все-таки захочет не только морковку в кинотеатре кушать, а видеть человека с его непростыми проблемами, с его глубокими душевными переживаниями. Специально к юбилею планируется показ лучших фильмов за 25 лет существования кинофорума, а также ретроспективные показы более 50 лент шедевров отечественной и мировой классики. В программу «Золотого витязя» входят и встречи с ведущими представителями киноискусства, международная конференция по теме кинематограф и новая государственная культурная политика. Завершится «Золотой витязь» торжественной церемонией закрытия 31 мая. Анна Брачева, Александр Тимофеев, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя. В субботу севастопольские музеи работали в темное время суток. Ежегодная международная акция «Ночь в музее» в пятый раз объединила десятки городских площадок. Для посетителей подготовили редкие экспозиции, театрализованные представления, показы кинофильмов, познавательные лекции. В общей сложности по всей стране к мероприятию присоединились более 80 регионов. Подробности у наших корреспондентов. Перенестись в довоенную эпоху и научиться медленному вальсу или риорите. Музейный зал на одну ночь стал танцевальной площадкой времен 40-х. Светлана Комаркова два года руководит клубом старинного бального танца. Говорит, выступать в музеях уже приходилось, но этот вечер особенный. Наряд подобрала точь-в-точь, как у модниц середины прошлого столетия. Прямое платье из штапеля, шифоновый шарф, жемчужные бусы. С нами танцуют молодежь, с нами танцуют училища. С нами танцуют пожилые люди самых разных возрастов. Исторический танец сейчас набирает популярность. Мы интересны именно тем, что мы возвращаемся к былым событиям, потому что танец всегда не отрывен от истории города, от истории государства. И пока одни осваивали танцевальное движение, другие слушали лекцию об искусстве и знакомились с редкими экспонатами. Более 30 картин из запасников галереи в эту ночь украсили музейные стены. По соседству с 16 веком 21-й большинство работ написаны маслом и акварелью. Над этим полотном работал сотрудник учреждения художник Вадим Скуридин. Чтобы изобразить дракона использовал гелевые ручки. Желающих посмотреть экспозицию несколько сотен, но одновременно находиться в зале могли не более 90 человек. И чтобы ожидание в очереди не было томительным, вниманию посетителей индийские танцы от Севастопольского клуба Трайбл-культуры. Здесь перед музеем устроили такую театральную площадку. Мы вот не успели заметить, наша очередь уже подходит. Так быстро прошло все. Девочки просто молодцы, эмоциональные такие. У них очень красивые костюмы и мастерство у них такое вот. Видно, что они профессионалы. Оригинальную программу подготовили и в Панораме. Вместо экскурсовода о Крымской войне рассказывали магнитофонные записи. Под увертюру 1812 года звучали отрывки из севастопольских рассказов Льва Толстого, воспоминания военного хирурга Николая Пирогова и русского историка Николая Берга. На площади перед музеем кинопоказ. Документальный фильм 1911 года «Оборона Севастополя» первая в России полнометражка. Фильм, в котором использованы и массовые сцены, и сцены, в которых мы видим, например, затопление кораблей, видим сражение между русскими войсками и неприятелем. Но самое интересное, что в этом фильме есть и документальные съемки. Так, например, люди видят участников осада Севастополя ветеранов французских, английских. Мы первый раз здесь. Наиболее интересно, узнать историю Севастополя, как вообще складывалась жизнь людей в Севастополе, как они защищали здесь эту землю. А сами вы откуда? Сами из Рософской области. Очень интересно, как длилась война, узнать больше имен наших героев, которые отдали свою жизнь защищавшую нашу родину. Двери для севастопольцев и гостей распахнули не одни музеи. К акции присоединилась даже квест-комната. Вместо привычных головоломок и лабиринтов выставка коллажных работ. Ее авторы размышляли на тему современного арт-пространства, его целей, задач и направлений. Я просто размышляла в этих коллажах о том, что сейчас представляет какое-либо искусство. Например, это изобразительное искусство, искусство фотографий, кино. Мы выделили еду как искусство, моду как искусство, потому что на самом деле сейчас остро стоит вопрос, что вообще можно по факту называть искусством. Двери культурных учреждений закрылись около 22 часов. В этом году Ночь музеев объединила порядка 10 городских площадок. Анастасия Синица, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя. Севастопольские школьники обратились к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах. Ребята написали автовладельцам письма. Совместная акция ГАИ учеников 54-й школы прошла по улице Борисова, недалеко от того места, где недавно в результате ДТП погиб подросток. Продолжит Сергей Краснослободцев. Чтобы было на дорогах меньше нарушителей, а больше внимательных и вежливых водителей всех пешеходов, дети и родители. Не надо нам аварий. Будем долгожители. Мы за безопасность городских дорог. Изучить все правила наш гражданский долг. Юные инспекторы движения из 54-й школы пишут письма севастопольским водителям. Они просят автолюбителей быть внимательнее и осторожнее на дорогах. Ребята напуганы страшной трагедией, которая случилась по улице Борисова. Напомним, 18 мая здесь сбили 13-летнего мальчика. Играя со сверстниками, он выбежал на дорогу в неположенном месте. Это стало неожиданностью для водителя, который не успел затормозить. Подросток умер на месте ДТП. Школьники считают, трагедии можно было избежать, если бы автолюбители соблюдали осторожность и внимательность. Поэтому ребята пишут письма водителям. Эту акцию ГАИ Севастополя проводят в рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий. Особенно актуальна она летом, когда детей на дорогах значительно больше. Сегодня Госавтоинспекция совместно со школьниками 54-й школы провели акцию. Ребята в классах написали письма водителям, обращаясь с тем, чтобы водители соблюдали правила дорожного движения. Я написала в своем письме то, чтобы все водители соблюдали правила дорожного движения и не превышали скорости. Чтобы водители были аккуратнее, чтобы они следили за тем, чтобы не нарушали правила дорожного движения, что одна секунда может изменить полностью жизнь как водителя, так и пешехода. Я написала в своем письме, что надо всегда смотреть на светофор, всегда останавливаться возле пешеходного перехода, всегда соблюдать правила дорожного движения. Нам предложили поучаствовать в акции от ГИПДД по правилам дорожного движения. Мой класс участвует в конкурсе ЮИД городском юных инспекторов движения и довольно неплохо, кстати говоря, себя показал. Мы с радостью согласились, потому что тема, которая затронута, очень важна и для ребят, и для водителей. Я сама водитель, поэтому мы с радостью участвуем в этой социальной программе. Ребята подходят к машинам, вручают свои письма водителям и предупреждают их о том, как важно соблюдать правила дорожного движения. Водители воспринимают акцию положительно. Прекрасно, вы знаете, я только за. У меня тоже супруга вводит машину, мы только за, чтобы на дорогах была дисциплина. Школьники вместе с работниками ГАИ надеются, что водители в Севастополе будут относиться внимательнее к пешеходам, а аварий в городе станет гораздо меньше. Сергей Краснослободцев, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. В городе подвели итоги военно-патриотического фестиваля. Своему выбору верны. Он посвящен воссоединению Крыма с Россией. В последнем третьем туре соревнований восемь команд боролись за право выступить на гала-концерте в июне. Для этого состязались в спортивной игре «Лазертак» и освоили тактику ведения боя. Репортаж Екатерины Шишковой. И есть у нас огонь и душой бой! Армейский рукопашный бой! Военно-патриотический фестиваль «Своему выбору верны» завершился под ведением итогов третьего заключительного тура. В нем приняли участие детско-юношеские клубы, спортивные и общеобразовательные школы. Порядка 120 человек в течение трех дней преодолевали полосу препятствий, учились армейскому рукопашному бою и готовили солдатскую кашу. Организовал фестиваль городской центр социальных и спортивных программ Севастополя при поддержке благотворительного фонда «Корсунь». Что касается целей этого фестиваля, то это военно-патриотическое направление. То есть дети, благодаря таким мероприятиям, они знакомятся с историей родного края, то есть с историей Великой Отечественной войны. На практических конкурсах они оттачивают свои навыки, например, ведение тактического боя, стрельбы. Также им проводятся специалистами различные мастер-классы. В заключительный день третьего тура фестиваля участники представили нас у жюри, подготовленные домашние задания, разгадывали кроссворды и демонстрировали знания азбуки Морза. Кадетский класс общеобразовательной школы номер 60 неделю назад вернулся с призовыми местами из Казани. Там проходил всероссийский военно-патриотический слет молодежи. А уже сегодня кадеты с боевым настроем участвуют в фестивале «Своему выбору верны». Говорят, больше всего понравилось варить кашу. Интересно поучаствовать в тех конкурсах, которые нам вчера представили на Максимовой даче. Это туризм, военизированная эстафета, приготовление каши. Ученики общеобразовательных школ и воспитанники спортивных учреждений говорят, подобные мероприятия развивают чувство патриотизма и любви к родине. И добавляют, пришли только за победой. Мне очень сильно понравилась стратегия, рукопашный бой, стрельба и скалолазание. На фестивале люди все радостные, радость чувствуется, дух. Мне кажется, что все молодцы. Действительно, все достойно победить. Победителями третьего тура военно-патриотического фестиваля «Своему выбору верны» стали кадетский класс школы номер 60, детский юношеский клуб «Лидер» и ученики 54-й школы. Им вручили грамоты и памятные кубки с надписями «Славные сыны России». Лучшие команды всех трех туров примут участие в галафестивале 12 июня. Екатерина Шишкова, Александр Листопад, информационный канал «Севастополя». Команда севастопольских хоккеистов отправилась в Сочи на всероссийский турнир «Золотая шайба». Участие в соревнованиях примут спортсмены 2005-2006 года рождения из разных регионов России. Наша команда в составе 17 человек выехала из Севастополя 21 мая. В Сочи хоккеисты пробудут ровно неделю, соперники пока не определены. Однако уже известно, на льду ребята проведут порядка семи игр – командных и стыковых. Поездка на всероссийский турнир финансируется из государственного бюджета. По возвращению севастопольские хоккеисты продолжат тренировки. Затем месяц отдыха и в августе подготовка к зимнему сезону. Мне нравится хоккей, потому что он быстрый, сложный и с командой играет. Не одному, а с командой. Я занимаюсь 8 месяцев и я смотрел все время фильмы, ну, игры, смотрел фильмы, молодежку. И мне понравился этот вид спорта. Для нас очень важно и понятно одно – поля ледовые в городе будут. Не одно и не два, а несколько. Поля очень востребованы. Очередь желающих, как от маленьких детей до взрослых людей, очень высокая. И популярность этой игры сегодня в Севастополе, безусловно, по сути, уже сравнивается с популярностью с точки зрения желания играть с футболом. А дальше будем альтернативно обеспечивать победы как в футбольных турнирах, так и в хоккейных. 13 семей состязались во втором фестивале спортивной акробатики на призы заслуженного тренера Украины, мастера спорта Леонтия Храмова. В составе каждой команды от трех до пяти человек. В этом году возросла сложность акробатических элементов. Для многих участников постановка пирамиды стала тяжелым испытанием. Подготовиться к соревнованиям им помогали тренеры пятой ДЮС США. В итоге лучшими командами стали семья Гороховых, спортивный тандем Терновых и Колесниковых, а также семьи Никитчук и Самилык. Всем командам вручили медали, дипломы и призы. В этом году у нас уже есть семейные пятерки. Папа, мама, двое детей и дедушка. Сегодня мы видели выполнение под музыку, с композицией, со смыслом выполнены их упражнения. И главное, что насколько талантливы родители, что они выполняли колеса и кувырки на нашем гимнастическом кабине. Мы готовились очень серьезно. Каждый день ходили на тренировки. Тренировались по часу, по два часа. Мои напарники, мама и моя тетя. Я выступаю у женской тройки, хочу добиться значка и удостоверения мастера спорта. На этом все. До встречи в эфире.